На арене Сочинского цирка сейчас идут регулярные прогоны номеров. Отрабатываются малейшие детали – свет, звук, установка реквизитов. Свою программу оттачивают не только молодые артисты, но и их пушистые коллеги. 11-килограммовый котенок Мейн-Кун Захар готов по велению любимой хозяйки Ольги и пять дать, и стать сусликом, пройти восьмеркой и даже пламя им не помеха. Чтобы подготовить их к работе, нужно их любить, с ними нужно в манеже играть. Кошек не заставишь работать. Если они не хотят что-то делать, значит не хотят. Значит, я тогда уже начинаю работать. В огонь кошки прыгают. Ну, такие кошечки трюки, в общем-то. Я их не принуждаю. Мы просто несём хорошее настроение, чтобы все улыбались, радовались, и чтобы котикам было приятно. Улыбки зрителям подарят и пернатые. Попугаи Ара уже чётко знают все свои задачи. С лёгкостью крутят палочки, делают перевороты, проносятся сквозь бумажное кольцо и феерически поднимаются под купол цирка. С огоньком в прямом смысле этого слова выступят и жонглёры. Зрители также останутся под впечатлением от гимнастов, канатоходцев и, конечно же, клоунов. Дуэт «Ваз и Стас» шутят не только во время выступлений. Основная фишка нашего шоу – это, конечно, эмоции, молодость и абсолютная хулиганская бесшабашность, без которой мы устали. Всё в жизни какое-то всё отрежиссированное, всё какое-то, как вы заметили, всё по сценарию. Мы здесь будем хулиганить вместе с вами. Зрители будут вовлекать в действие, в прямую. Вот вы придёте и всё поймёте. Премьера программы «Орликина» состоится 30 апреля в 16 часов. Дети до трёх лет могут посетить цирк бесплатно. Майские праздники на Сочинской арене обещают быть весёлыми и запоминающимися. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.